Приветствую, друзья! Знаю, многим из вас очень нравятся наушники с гибридной схемой излучателей. Однако то, что сделали им год, находится где-то за гранью добра и зла. Только представьте, в SuperMix 4 объединены 10-мм динамик, отвечающий за бас, один арматурный излучатель, взявший на себя середину, планарный драйвер, нацеленный наверха и пьезоэлектрический, работающий уже на пределе человеческого слуха. Подобного тандема я лично еще не встречал, особенно в бюджетном сегменте. Так что, думаю, будет интересно. Собственно, поехали! Приходят наушники в коробке из глестящего картона с обозначением и общей схемой расположенных внутри излучателей, заводским графиком АЧХ, а также перечнем их технических характеристик. В комплекте шла инструкция, плотный бокс из кожзаменителя и набор белых силиконовых амбушюр с черным сердечником. Насадки здесь самого базового уровня. Лучше их на что-нибудь заменить. Кабель на вид приятный, плотный, витой, с достаточной гибкостью и сопротивлением на каждый из жил по 19 сотых Ом, что вполне достойно. Сами чашечки выполнены из полупрозрачной гипоаллергенной смолы, без бортика на звуководе, но с пятачком, внутри которого скрываются фильтры от ноуз. Металлической внешней частью с отверстием и еще одним отверстием для компенсации, направленным вверх. Смотрится это простовато, однако сидет они удобно, да и с изоляцией все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения, в пике достигающие 1,75%, что уже несколько перебор. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ, уверен, вы и сами способны разобраться. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 12 дБ с довольно пологим переходом на середину. Аналогичное по амплитуде выделение области разборчивости, акцент на 5 кГц для имитации ушной раковины и еще один на псевдодетализации. После чего идет еще пара пиков, но они немного отличаются для левого и правого каналов. Чем-то это похоже на Янген Кэнон 2, но еще сильнее на их же последний хит EA500L. То есть классическая уже настройка, сделанная по всем канонам Хармона. Into Aura Splendor 2, заметьте, куда агрессивнее. По звучанию же все очень детально, прозрачно, технично, с просто превосходными атаками разделения и микродинамикой. Ценители рока различной текстурной и агрессивной электроники, а также знатоки от Мирометалла останутся от Supermix в полнейшем восторге. Настолько ровной, чистой и проработанной подачи еще, друзья, поискать. Но, конечно, у всего есть нюансы. За описанные мною плюшки придется заплатить акустически слишком легким и чересчур воздушным характером, недостаточной глубиной и объемом у тембров, а также довольно посредственной передачей сцены в глубину. А значит для оркестровой, джазовой, вокально ориентированной или, например, акустической музыки все будет как-то жидковато и неестественно подробно. Без сомнения очень круто, но лишь для всего тяжелого. В достоинство также выделю абсолютно бесшовное сочленение столь разных по своей природе излучателей. Это чуть ли не искусство, как им удалось все согласовать. Баланс частот тоже выдержан, то есть ничего не выпячивается и особо не задвинуто, в том числе и относительно средних частот, которые здесь даже не оттенены. Звучит все более-менее цельно, гармонично и максимально протяженно. Высокие частоты здесь реально показывают класс. Настолько призрачного и тончайше шелкового звучания у тарелочек я еще, наверное, не встречал. Бас глубокий, текстурный, быстрый, чуть-чуть добавляющий вес со средним частотам и берущий на себя все задатки акустической мощи и макросоставляющей. Как для своей цены, это действительно просто восхитительно. Но в сравнении с чем-то подороже, как вы поняли, вопросов уже будет не избежать. Это совсем не похоже на сверх масштабный звук TRI i3 MK3, который не столь текстурный и заметно менее скоростной. Let's Show S8 еще сильнее выдвигает вокал, массивнее и музыкальнее героев обзора, а те же TRN Azure Dragon взрослее, органичнее и куда универсальнее в плане стилистики. Понятно, что и ценник у этих моделей совсем другой, но дабы избежать предположений относительно их соответствия, я должен был все это отметить. Ну а похожи они, пусть и не один в один, на свежее планарное решение TIN Hi-Fi P1 Max 2. Причем последние, на мой взгляд, еще суше, мониторнее, намного сдержаннее и не такие эффектные, как семь год на краях диапазона. Из них я бы смотрел только на Super Mix 4, как на более корректные, мелодичные и очень выразительные. Какого-то особого прироста от более серьезного источника я бы, наверное, тут ждать не стал. Они чуть ли не идентично споются как со стационаром, плеером или недорогим мобильным ЦАПом, так и с вашим смартфоном или, например, планшетом. Единственный совет, в силу особенностей их подачи, старайтесь выбирать девайсы пожирнее. Скорости, разделения и разрешения наушникам хватит и своих, а вот добавить массы и глубины им бы точно не помешало. В целом, модель мне понравилась, свои 150 долларов они точно отрабатывают, а согласованности и тому, что они умеют на верхах, могут позавидовать даже дорогущие T-Audio Hype 4. Итогом, наушники Super Mix 4 от компании Simgot, удобно сидят, имеют целых четыре совершенно разных типа излучателей, хороший кабель, практически хармоновскую настройку и что-то странное на уровне искажений. Зато по звуку все чистенько, прозрачно, максимально ровно, текстурно и сверх технично. Считай мечта любого ценителя рока, электроники или того же металла. У звука за глаза воздуха разделение, неплохой по глубине и выразительности бас, максимально протяженные, почти призрачные верха и какая-то невероятная динамика. Как минусы, мне в них не хватило веса и объема, сцена развивается недостаточно глубоко, нет масштаба, тактильности и ощущения полноты. Все как-то гранулярно и по цифровому выкручено в плане четкости. На самом деле так просто не бывает. Но, повторюсь, для 150 долларов это чуть ли не эталон. А на этом у меня все. Это была модель Simgot Supermix 4. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры сделал DimaTorzok